Всем привет всем, я Влоджер и сегодня у нас будет продолжение The Dark Picture, The Devil In Me. Погнали! Чарлис, в спальне Чарли, 26 октября. Вы что, издеваетесь? Вдруг это поможет тебе справиться со стрессом? Мне это не нужно. Какой еще стресс? Ну? Выкинул. Похоже, что у меня стресс? Ну... Вообще да. Не отвечай. Как хочешь. А визитки хорошо вышли. Ага. Тяснение. Гораздо солиднее смотрится. Любите вы, старики, визитки? В смысле? Нормально ты его, конечно. Старая школа. Чарли может открывать ящики своей визиткой. Понял. Она типа пластиковая? Ну да, да, кстати. Нашлись? Нет. Клянусь, я точно сюда положила. Не понимаю. Господи. Указания. Поищи в другой. А ты не искал? Поищи. Вот именно. Целеустремленность. Тут только одежда и еще... Вот. Освободить помещение. Студия. Да я оплатил аренду не с того счета. Чек вернули. Ерунда. Попозже еще раз оплачу. Все путем. Значит, можно не беспокоиться? Беспокойся, блин, лучше о моих сигаретах. Денег нет, все плохо. Их нет, Чарли. Нет? В смысле? Их что, кто-то спер? Я, я не знаю. Хотя Кейт вполне могла бы. Или Джимми. Ну, мне жаль. Сдержанность, недовольство. Ну, давай, сдержанность. Есть другие дела. Этот отель огромный. Неужели во всем отеле не завалялось ни одной сигареты? Так, хочется курить? В вестибюле был бар. В баре должны быть сигареты, так? Ну, технически в барах курить нельзя, так что... Пошли, проверим. Если найдешь первый, я все прощу. Хе-хе-хе. Не, ну проверить-то все равно стоит. Сигареты как бы... Сигареты это зависимость и... Ничего себе. Это запасная. А, это запасная. Точно такая же? Мне идет. Неплохо. Что такого? Вторая такая же кепка. Неплохо. Просто сигареты это зависимость. И человек, который долго не курит, у него реально будет стресс. Он будет такой, типа, весь пассивный. Будет ругаться. Ну, это... Это нормально. Чего? Ум давления об освобождении помещений. Лонит Энтертеймент Чикаго Авеню Чикаго и Лон Нойс 6065 4. Ладно, понял. Какой? Какой год? Там был год. 2022 10АМ. Понял. Что мы тут еще можем найти? Пусто. Тут еще какой-то солик. Ну, слушайте. Интерьер такой древненький, но при этом он такой ламповый и уютный. Ну, типа, ну... Такой приятненький книга. Что за книга? Yellow's Cross. Желтый... Желтый крест. Что тут у нас? Автор бестселлера «Покров невинности» возвращается с захватывающим переосмыслением одной из самых беззалочных расправ в истории. Убей их всех, Господь узнает своих. Господь узнает своих. До 2 июля 1209 года всего за один день мирный город Безье утонул в крови. Безжалостный крестоносец Симон де Монфор вознамерился очистить город от катаров любой ценой, не считаясь жертвами. Глубоко в потайных подземельях церкви Святой Марии Магдалины нашли укрытие последняя группа перфектов катаров. Но они не могли сидеть там вечно. Самый молодой перфект, отец Эс Криван, предложил отчаянный план побега с помощью своего древнего друга. Древнего? Ммм. Католического священника Мурета. Все держится на тонком балансе отваги и веры. Захватывающая, волнующая история. Это Хартли и его лучшие проявления. The Herald. The Herald. Желтый крест. Так, пойдем дальше. У нас зажигалка. Просто по приколу зажигалка. Так, ну все, пойдем. Чё, как восковая фигура. Можешь дышать, можешь моргать. Чё ты как это... Что тут есть? Давайте изучим отель. Почему бы и нет? Давай микрофон только подвину. Чуть-чуть вот так вот. Давайте немного изучим отель. Можешь, он слишком далеко? Да, так нормально будет. Дверь закрыта. 181-я комната. Да. Но... Ставь эту тему. Все нормально, Эрин. Ясно? Ага. Ну, короче... Они из телешоу, которое на крайне банкротства. Конечно, тут не стоит волноваться. Просто можешь остаться без работы. Так или иначе. Поэтому ее волнение тут полностью оправданно, на мой счет. Сейчас так вот сделаю немного. Ее волнение тут полностью оправданно. Ну, типа, ну, кто хочет остаться без работы? Никто. Что тут есть? Какая-то шкатулка. Ну, я так понимаю, мне тут пока делать нечего. Но имеется в виду в плане коридоров. Тут никаких таких элементов не будет интерактивных. Тут просто будут коридоры. Причем, кстати, он выглядит как-то очень странно. Как-то... Кто так делает? У нас змейка идет. Реально как лабиринт. О, господи. А это что за комната? При чем она тут? Ну, слушайте, немного странно выглядит архитектура этого здания. Так, еще один обол. Ты говоришь в России? Спасибо. Уже 9 оболов. Неплохо. Когда мы сможем их уже тратить? В конце игры или... По мере прохождения, как было во всех других играх? Че стоишь? Так, ну мы хотя бы уже куда-то вышли. Это успех. Че ты там идешь? Идет. Что тут у нас? Дверь. Я бы удивился, если бы какая-нибудь дверь была бы не закрыта. Погоди, там че-то за стол. Что за стол? Что это? Пусто. Чего не пусто? Что это? Бери. Добрый вечер. Спасибо, что разрешили связаться с вами напрямую. Вас издатель сказал, что вы хотите услышать мое предложение. Похоже, у нас есть общие интересы. Я потратил несколько лет на создание идеального туристического места, связанного с Холмсом. В точности, воссоздал отель Всемирная выставка. Мы пока не принимаем посетителей, поскольку нужно закончить еще пару мелочей. Но я считаю, что человек с вашими знаниями мог бы дать нам бесценную информацию перед официальным открытием, приглашая вас остановиться в отеле на выходных. Приложение распространяется на группу из пяти гостей, так что вы можете взять с собой четырех друзей или членов семьи. Я вынужден настаивать на том, чтобы это приглашение оставалось в тайне до публичного открытия отеля. Поэтому зовите только тех людей, которым можно доверять. Надеюсь, что вы сможете принять мое приглашение. Пожалуйста, ответьте, чтобы подтвердить свой визит и укажите четырех гостей, которые хотели бы взять. Если вы согласитесь, лимузин заберет вас и ваших спутников в 7 вечера в эту пятницу под железнодорожным местом на углу Уоллес-Авеню и 63-й улицы в Энгвуде, Чикаго. Уверен, ваш визит будет весьма интересным. С уважением, Грандом Дюмен. Дюмет. Дюмен. Интересно, интересно, интересно. То есть мы тут вообще не первые гости. Мне нравятся вот эти вот циферки. Я уверен, что это число тех, кто тут умер. Число убитых. Что такое? Можно мне в новом сезоне больше заниматься звуковым оформлением, чем-то творческим? Эрин, ты уже и так делаешь для нашей компании много полезного. Что, таскаю твои сумки и хожу в химчистку? Именно. Чтобы добиться успеха на ТВ, надо пахать. И браться за любую работу. Я... Я думаю, тебе нужен помощник. Помощник? Просто дурацкая идея, Чарли. Я не то... Помощник? Личный ассистент? Ну да. А я бы помогала с монтажом. Не понял. С монтажом? О, может, мистер Дюмет у себя в офисе? Он точно знает про сигареты. Со звуком. Я тут подумала... С помощью ключей? Это такой богатый опыт. Ты столько всего знаешь. Поэтому ты мог бы многому меня научить. Да, тут я согласен. И помощник наверняка не потерял бы мои сигареты. Именно. Понял. А ты еще хочешь стать режиссером, Чарли? Я уже режиссер. Я про настоящие фильмы. Со звездами. И с большим бюджетом. Эрин, ты должна понять кое-что. В работе, которую мы делаем, очень серьезной работе, важны не звезды. Забарикадировали дверь. Важна правда. Что ж, остается радоваться, что пропали только сигареты, а не оборудование. Ну, тоже верно. А, ясно. Ага, прости, Чарли. Значит, фильмы не хочешь снимать? Может, сменим тему? Журналы ресторации. Имя, дата регистрации, дата выезда. Брэд, Рэйчел, Джерри, Скотт, Грейс. Льюис, Томас, Скотт, не виной себе. Это сколько? Это уже 10 человек. Неплохо. Что это? Ключи. Джек Пауэлл. Эрин, я нашел ключ. Нормально. Повезло. Все, у нас есть ключ. Привейт. Тоже есть приватная комната. Неплохо. Что, пойдемте откроем бар, получается? Давай вниз. Не найдем сигареты, украдем у кого-нибудь. Открывай. Может быть, я в сувенирном магазине посмотрю? У меня уже был сегодня приступ асмы, так что мне лучше не возиться в пыли. В сувенирном продают сигареты? Наверняка. Вперед. В сувенирном? Ну, можешь посмотреть, а не думаешь, что там прям продают? Кто тут? Никого тут нет. Мистер Дюмет? Ты гений? Это бар. Эй. Че так? Че ты нервничаешь-то? Что это за газетка? Так. Прочтять невозможно. Опа. Найден секрет. Доброе утро. Я Честер Белл. Заместитель директора Федерального бюро расследований. Примерно в 5.30 по местному времени. Группа под руководством спецагента Гектора Мюндея при поддержке сотрудников полиции. Провела рейд в номере мотеля недалеко от Бирмингема, штата Алабама. С целью поимки Мэйни Шермана, также известного как «Зверь из Арканзаса». Благодаря новым методам психологического профилирования, спецагент Мюнде и члены оперативной группы установили личность подозреваемого и с абсолютной точностью предсказали его передвижение. Рады сообщить. Мы его взяли. Неплохо. Интересная такая сценка. Да. Ладно. Интересно. Довольно. Опа. Манекен. Что, давай к нему? Подожди. Что тут у нас? Опа. Что-то нашел. Найден секрет. Неплохо. Пятница 17 ноября 2017 года. Мисс Кейли Шредер. 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 Я хотел бы еще раз поблагодарить вас за невероятную работу, которую вы и ваши коллеги проделали в отеле. Примите мои исключительные соболезнования. Чего? Искреннее соболезнование? Несчастный случай. Постигший бригаду на озере. Настоящая трагедия. И я чувствую в этом свою вину. Как дань их памяти, я последние несколько месяцев вносил завершающие штрихи в облик отеля. И теперь с гордостью могу сказать, что мы практически готовы к открытию. В качестве искренней благодарности я хотел бы пригласить вас и ваших коллег присоединиться ко мне на торжественной церемонии открытия в пятницу 17 ноября 2017 года. 19.00. Смею заверить, что будет незабываемый вечер с тематическими развлечениями и мужским квартетом. Уверен, побывав у нас, вы убедитесь, что ваши усилия не были напрасны с уважением Ричард Белкнап. Кто такой Ричард Белкнап? Белкнап? Блокнап? Блокнап? Не знаю. Что тут у нас еще есть? Автомат с сигаретами. Да. О да. Повезло. Монет нету. Конечно, ему надо мелочь. Черт. Ага. Можем украсть деньги. Давайте потом. Что у нас тут закрыто? Манекен бармен? Или робот бармен? Да, сначала поговорим с ним, а потом уже будем украсть у него деньги. Ого. Механический? Обалдеть. Чего вы изволите, мистер Дюмет? Пачку сигарет, пожалуйста. Мне сигареты, пожалуйста. Слышишь? Мы не заплаграммированы такую команду. Я курить хочу. Глупо было надеяться. Ну, ладно. Спасибо, робот-бармен. Конечно, сэр. Как скажете? Да ладно. Скажи, у тебя мелочи случайно не найдется? Похоже, нет. Придется красть. Так уж и быть убедил. Так уж и быть убедил, будем красть. Вот, блин. Картой. Ага. Блядь. Я не испугался. Потом я угощу. Честно. Что, ты взял мелочь? Пусто. Ха-ха, серьезно. Вот, блин. А, не, все-таки, нашел мелочь. Иди к папочке. Гва-гва-гва-гва. Эй. Эй. О, нет, нет, нет. Сломал. Не надо. Нет. Вот, блин. Не надо было бить. Что? Нет. Нет, не надо. Сегодня и так херовый день, и ты делаешь его еще хуже. Как можно еще как-то ставить? Что у него на шее написано? Что у тебя на шее? Да, блин. Непонятно. Когда ты что-то понял. Не обидно. Опа. О, да. Ха-ха-ха-ха-ха. Интересно. Что? Нет. Давай работай нормально, говна кусок. Долбанное старье. Отдай их мне. Вот ломать уже нельзя. Дай мне сигареты. Ломать уже не стоит. Ах ты. Ну все. Я сейчас хожу за механиком, и уж тогда мы тебя расхерачим. Эй, Чарли! Да. Я еще в баре. Нам надо всех собрать, и пора идти на ужин. Ладно, иду. А к тебе я еще вернусь. Только лом захвачу. Ты там один внутри? Кто это за стойкой? Что? Робот. Хитро, хитро. Марк. Спальня Марка. Эй. Кейт. Есть идея для вступления. Хочешь сны? Да. Если... Хочешь сны? Хочешь сны? Хочешь сны? Хорош. Мы сейчас все сделаем. Может, Чарли перестанет все за мной переснимать? Да. О, объектив чистит. Окей, ладно. Неплохо. Что? Ничего. На одну секунду, и можем идти. То есть ты из-за ничего такой несчастный? Да. Сто раз уже объектив протер. Я готовлю те... И все. Да. Я готовлю те... Что с ним не так? Почему и волокализация такая плохая? Точно тонешь в мелочах, Марк. Как насчет рискнуть и просто... Я помню, как ты маялся целую неделю, а потом отказался от новой работы за одной лишней пересадки на метро. Она мне не подошла. Даже без пересадок. Ерунда. Кому ты врешь? Можешь не верить. Давай займемся съемкой. Давай сами, с естественным светом. Вестибель нам подойдет? Вроде должен. Хочу выглядеть нормально. Энтузиайм, самозаверенность-то. Тебе любой свет идет. Не бойся. Пытаешься подмазаться? Да. Работает? Немножко. Немножко. Хоть так. Марк, почему все уверены, что я тебя бросила? Если бы Джейми узнала правду, отвалила бы. Постой. Я тут ни при чем. Не знаю, это мило или эгоистично. Или как? Скоро золотой час. Идем. Можно мне сказать? Пока мы... Можно я скажу? Мы договорились просто работать. Да. Поэтому не надо устраивать мне сеанс психоанализа. Ладно. Ты прав. Я зря начала. Извини. Не будем копаться в прошлом. Давай работать. А все так, мне очень жаль. Это сложнее, чем я думал. Ты права. Я... Ты права. Терпимость плюс. Договорились. Извини. Отношения обновлены. Кейт поднялась. Чё? Марк поддержала решение Кейт. Майк заверил Кейт, что она всегда хорошо выглядит. Ну слушайте. Чё с этим не так? Так. Картины. Секреты. О, ё-моё. Кейт-то выросла. Прям сильно выросла. Забота. Незрелость. Терпимость. Откровенность. Так. Давай найдём место и начнём уже. Спасибо за помощь. Ты меня просишь, потому что руки коротковаты для селфи. Нормальные у меня руки. Погоди-ка. На балконе будет неплохой ракурс. Я бы по спальне походил, если ты не против, конечно. Как твой новый дом? Пока сойдёт. Доволен? Я там сплю и храню вещи. Аренда на короткий срок, чтобы спокойно искать что-то ещё. Что ж. Это было временно. Ты сказала мне съехать? Чикаго 19. Вот я съехал. Вот это было время. Да я так. Неправильно прочитал. Я боялась, что ты будешь спать на диване в студии и потратишь полжизни, пока найдёшь идеальное место с правильными обоями на нужном расстоянии от остановки. Думаю, эту тему нам тоже стоит добавить в список запрещённых. Это вообще будет не о чём говорить. Пожалуй, ты прав. Раз приехать завтра не получится, можно я через неделю вещи заберу? Ааа. Фотография? А, нет, это вспышка. Неплохо. О, это что? А, вот. Нормально. Я так понимаю, это для улик каких-нибудь надо будет, да? Наверное, да. Что тут есть? Дверь закрыта. Дверь открыта. Чё, ты за мной там идёшь? Понял. А я пока наверх пройдусь. О, за мной идёт. Так, мы поднялись на этаж повыше. И что тут у нас? Закрытая дверь. Открытая дверь. И зачем мы сюда пришли? Если Дюмет нас тут застанет. Он будет очень недоволен. Он же просил в одиночку не бродить. И мы почти вынесли дверь, чтобы попасть сюда. Мы? В общем, мы не должны нарываться. Миллион ходит. Я чуть не обосрался. А я не обосрался. Так. Был ли он дьяволом? Вся правда о... По-моему, идём это из тех, у кого крышу сносит, если что-то не так, как им хочется. Как догадалась. Потому что нас оставили без смартфонов? Был ли он дьяволом? Вся правда о первом серийном убийце Америки. С начала работы над первой книгой в 2002 году Джозеф Морелло увлекался расследованием дел серийной убийцы. Главной загадкой для него стал Холмс. В новой книге Морелло анализирует свои исследования и статьи за 50 лет, отделяя факту от вымысла, чтобы рассказать правду об историческом деле первого серийного убийцы Америки. Был ли он дьяволом? Книга понравится всем поклонникам творчества Морелло. Журнал настоящий убийца. Настоящий убийца. Глубокий анализ ваших худших кошмаров. Ежемесячный журнал ревью. Неплохо. Что тут ещё есть? Не, я хочу полностью проанализировать весь этот дом. Мне прям нравится. Так, осмотреть. Угу. Пусто. Просто книги. Ну и о чём? В библиотеке было бы странно, если бы в библиотеке... Чё, мы можем свет включить? Открыть. Тут должен быть проход. А, нужен ключ. Понял. Да, понял я. Пароход должен быть. Ключ тоже должен быть. Ты посмотри на эти обои. Ты посмотри на эту... На этот пол. Капец, они старые. Согласен. В этом доме всё капец старые. Есть такое. Я думала, он старый только снаружи, а внутри всё современное. Не, они всегда... Опа. Поход... Мэнни Шерман родился 1 января 56-го года. Да ладно. Вы это знаете. Чего вам надо? Что это? Вижу, вы тщательно подошли к делу, агент Мюнтей. Любимые телевизионные программы. Первое домашнее животное? С кем вы дружили в детстве? Что за чушь? Это допрос, или вы что-то разнюхиваете? Так сложно спросить прямо. Хотите знать, что меня вдохновило? Я был недостаточно оригинален? Хотя... Пожалуй, был один человек, который вызвал у меня интерес. Генри Говард Холмс. Почему? Да потому что он был первым. Первым в Америке. Основоположником ремесла. Он установил стандарт, понимаете? Учите историю, Мюнтей. Книжки почитайте. Вы думаете, раз мне нравится тыкать в людей ножом, я идиот? Я... Предположительно, убил 13 человек, прежде чем вам хватило ума найти меня. Неплохо. Курс изменен. Марк и Кейт нашли запись допроса Мэнни Шермана, агентом Мюндеем. Мюндеем. Понял. Неплохо. Гнить же все будет. Вон. Видишь ключ? Угу. Нужно только туда попасть. Ну, слушай, я думаю, если мы вынесем дверь, ничего нам за это не сделают, да? Или сделают? Дом старый. На пляже может быть мертвая рыба, животные в лесу. Что угодно. В любом случае, она давно сдохла. Это к чему? Понял. Давай полезем наверх. Алло. Залази. Только не грохнись. Чего у тебя за камера? Не похоже на Сони. Давай сюда. Как там можно туда пробраться через крышу? Я это уверен. В этом уверен. Хорош. Толкать. Бабах. Залезть. Ага. Фиг. Что ж там? Надо подвинуть еще. Двигаем. Все. Залазим. Залазим. Что у нас тут есть? Давай пролезь. Дай лезь ты. Что у нас тут? Пусто. Спускаемся. Господи. Я лезу по лестнице. Как же так можно? Вы же нас сами впустили в этот отель. Что вы хотели? Мы как бы репортеры. Нам надо изучить все вдоль и поперек. Не сидеть же нам все это время в комнатах. Так. А, я понял. Все, я понял. На конец и гололомки поехали. Нормально. Побежали. Залази. Да, тут все как-то порушено. Шпукатурка падает. Слушайте, но оно было открыто в 2017 году. То есть, было открытие. В игре сейчас 2022. Как за 5 лет все могло прийти в такое плачевное состояние? Непонятно. Толкать. Марк, ты как там? Скоро вернуть! Живу пока что. Ну да, Кейт переживает. Фиг знает, что со мной случилось, пока я тут лазю. А, она там одна. Давай толкать. На себя. Ага. Опа. Я надеюсь, он... О! А, нет. Я-то уж подумал, что царапины остаются от движения. Но это просто текстура на полу осталась. Да ты загони его. Молодец. Я-то думаю, реально от движения царапины появляется. Но это просто текстурка. Обидно. Я уже думал, так все хорошо проработано. Ну, а хотя, в принципе, зачем? Это же, наверное, единственный. Хотя, почему единственный? Уже это третий момент, когда мы что-то двигаем. Что, давай. Прыгаем. Прыгаем. Что у нас тут? Пусто. Ну, слушайте, головоломки уже появляются. Это хорошо. Это очень хорошо. Слази. Что у нас тут есть? Ничего тут у нас нету. Откроем дверь. Опа. Опа. А куда нам? Погоди. Что-то тут все-таки должно быть. Ага. Не сразу заметил. Speak you Russian. No. Эх. Давай. Нормально. Просто грохнулся. Забираем ключ. Угу. Нормально. Есть. Открыть я не смогу? Ой, могу. Алло. Молодец. Все, пойдем, Кейт. Где дверь? А, там дверь. Балконы. Открываем. Так, полазили. Ходили. Ну, хватит уже. Тут не так высоко. Мой организм думает иначе. Прям настолько сильно боишься высоту, что ли? Это у меня, если что. Сейчас быстренько посмотрю. Понял. Ничего страшного. Быстренько продолжаем. Возможно, я это вырезать не буду. Не потому что мне лень, а потому что я, наверное, не буду на этом зацикливаться. Настойчивость. Я думаю, мы спешим. Не волнуйся. Ты отлично выглядишь. Чего ты так паришься, мисс? Я всегда шикарна. Пф. Ты отлично выглядишь. Ну, дай, ну, дай ей поэту. Полюбоваться собой. Эй, зацени. Его шляпа. Чья? Г.Г. Холмса. Неплохо. Рарик. Блядь. Ты чего? Блядь. Я чуть... Это хреновина вдруг выскочила. Неплохо. Реально можно обосраться. Видишь? Что это? Да какой его знает. Какая-то аниматроника? Да. И пиздец стрёмная. Это просто кукла. Но ты испугалась. А ты два раза. Да тут сложно не... Тут сложно не испугаться, когда на тебя вылетает такая... Пластмассовый аниматроник с ножом в руках. Пора на ужин. Чёрт. Мы протупили. Время ещё есть. Пошли. А то Чарли нас задолбает, что мы опаздываем. А что вы хотели? Мы нормально так обследовали дом. Эй, не хами, Чарли. Он первый на меня наехал, хотя я просто делала свою работу. Это я стою перед камерой, а не он. Да брось. Ты жестоко по нему прошлась. Ты, конечно, была права, но он от этого только больше расходится. Это его проблемы, Марк. Не мои. Напор сопереживания. Чарли иногда ведёт себя как придурок. Мы устали от ваших ссор. С Чарли иногда бывает сложно. Ты видел его заметки? Да. Видел. А его тексты хрен произнесёшь. На бумаге ещё ничего, но это так не работает. Я предлагаю варианты, а он мне рот затыкает. Просто ты... Это у меня. Поехали. Просто он думает, что ты работаешь на резюме. А что тут такого? Обида, безразличие. Все режиссёры такие. Он считает, что мы его собственность. Все режиссёры такие. Это часть работы. У них есть видение и упрямство, чтобы его продвигать. Поэтому я молча стою за камерой. Не обязательно при этом козлить. Да, но... Представь себя на его месте. Тебе за сорок, а похвастаться нечем. Кейт, это шоу главный успех его жизни. Ты прав. Кейт упала? С чего? Да похрен. Так или иначе, я сваливаю. Ну, слушай, она всё равно на очень высоком уровне, поэтому... Поддержка, уходи пока можешь. Я думаю, мы уйдём вдвоём. Молодец. Это... Это явно правильное решение для твоей карьеры. Это... Прозвучало искренне. Так и есть. Откровенность плюс. Да Чарли бы мигом от нас избавился, если бы ему это было выгодно. Он использует нас. Я этого не заслужила. И ты. Мы все. Вот это представление. Бросай новости и становись актрисой. Меня прям броняло. Чарли упал. Неплохо. Хоть Оскара вручает. Ты не знаешь, о чём мы говорили. Я слышал достаточное предательство, я узнаю. Особенно меня разочаровал ты, Марк. Что бы ты ни планировал на будущее, сейчас вы работаете в Лонид Интертеймент. Погоди, так он не упал. Обосраться он упал. Нихуя себе он упал. Он просто провалился сквозь пол. Нихуя себе. Вот это мы, конечно, дали. Сотрудника Флонид Интертеймент ждёт на ужин хозяин этого дома. Чарли, извини. В Лонид ведь работают профессионалы. Так? Ведите себя соответственно. Пиздец он упал. Нормально мы. Класс. Рада? Теперь будущее есть только у тебя. Он ведёт себя как ребёнок. И мы опускаемся на его уровень. Ещё один манекен. А, ну, это тот же манекен. Вот почему не в перчатках. Работают над манекенами. Ну, слушайте. Хоть мы с Чарли обосрали наши отношения, но... Всё не так плохо. Мы всё умрём. Мы всё умрём поголовно. Привет. Давно не виделись, да? Нет, кто бы что ни говорил, у Чарли красивый образ. Он такой, типа, дед, который всё потерял, но при этом не сдаётся. Ну, не, у Чарли хороший образ. Мне нравится его образ. Нам же можно выпить? Нет. Пожалуйста. Нет, всё. Хуй вам там, а не выпить. А кто-нибудь видел Дюмета? Может, подождём? Наливай, Марк. Набеспокоюсь. Он позвал нас не ужинать. Он что, решил не приходить на ужин? Никто из вас его ничем не выбесил? Нет, пап. Я кроме смотритель... Что? Что? Что ты сказала? Я тут никого не видела. Наверное, он сам готовит ужин. О, мистер Дюмет! Эта прическа вам так идёт? Мы открыли вино. Он лысый. Что она сказала? Она сказала, пап? Что? Интересно. О, надеюсь, вы не против. Дюмет? Да, он точно не придёт. Стоп. Почему это? Он убежал. Он прочитал все твои язвительные твиты. Я не... Что за хрень, Джейми? Он поднялся на паром и уплыл. Что? Когда? Как только мы разошлись. Так он свалил? Точно. Ерунда. Ты ошиблась. Я что, слепая, по-твоему? Зачем так делать? Это бред какой-то. С ним была девочка. Они очень торопились. Кстати, ты права. Тут есть девочка. Я искала номер и видела их вдвоём. И снова гениальный план Чарльза Лонета накрылся. Что дальше, босс? Домой в плавь. Зачем звать нас сюда и на ужин, а потом сбегать? Потому что вас тут будут убивать. Потому что убивать. А что вы хотели? Вас тут будут резать, кромсать, запирать и убивать? Злость. Хватит сомневаться в моих решениях. Заверим. Уверен, у него есть какая-то вот... Значит, были причины. Мало ли что случилось. Может, он заказал пиццу, а они возят только в порт? Возможно. Он не мог просто так уехать. Не надо зря волноваться. Народ, меня одно этот отель пугает до усрачки. Есть такое. Пусть мне до глубины души противно в этом признаваться, я начинаю думать, что Джейми права. Спасибо. Давайте потише. Зачем? Его здесь нет. Но... Есть. Его здесь нету. Но вы не знаете, кто тут еще есть, кроме Дюмета. Поэтому лучше реально не шуметь и... Это не объясняет, почему он нас кинул. Вернулся, чтобы обеспечить алиби. О чем ты? Ну, чтобы когда наши тела найдут на другом берегу, он мог все правдоподобно отрицать. Боже. Господи, Джейми. Перестань уже нагнетать. Это не смешно. Окей, ладно. Только не жалуйтесь мне потом, если вас всех убьют. Что на тебя нашло? Да, я так. Порочество. Не пророчество, а такая типа эта. Что, так и не нашел сигареты? Самое обидное, я нашел автомат, но, как и все остальное в этом сраном месте, он старый и сломанный. Так что теперь? Будем притворяться, что едим? Какой у нас план, Чарли? План? В лучших традициях Лонет Интертеймент будем сидеть на жопе ровно, пока не прижмет дедлайн, и тогда мы быстренько чего-нибудь налепим, и я спасу все озвучкой. Обидно прозвучало. Ну, выпьем за топику, которая больше не самый большой провал в жизни Чарли. Ну да, будь я Чарли, я бы расстроился, потому что, ну, как-то... Ну, как-то некрасиво, обосрался, и все прям поголовно тебе говорят, что ты обосрался. А с другой стороны, чувствовать, слышать ложь или получить признание от своих же друзей. По-моему, чувствовать ложь, искреннюю ложь от своих друзей, гораздо обиднее, чем слушать искреннюю правду. Ну, это мое мнение, поэтому... Чарли, ты обосрался. Я тоже так скажу. Все, хватит. Хочу выпить за вас всех. Давай, энтузиазм. Я хочу предложить тост. За вас. Вот. Знаю, что вы надо мной смеетесь, но таков крест патриарха нашей маленькой семье. Марк и Джейми. Вы двое работаете за команду в десять... Погоди. Марк немного подрос. Все, налажим отношения с Марком, не все так плохо. Человек. И Кейт. Несмотря на все ссоры, ты сердце этого шоу. Ты нравишься людям. И, конечно, за нашу новенькую Эрин. Мы без тебя пропадем. Ты единственная, кто помнит каждую мелочь. Спасибо всем. Вы молодцы. Будем. Будем. За нас. Мазал то. Последний тост в вашей жизни. Вы все умрете. Этот материал поднимет шоу на новый уровень. Ага. Если тупить не будем. Да, он нас точно слышал. Если бы услышал, говорил бы по-другому. Наверное, не стоит обсуждать это сейчас. Ты сам начал? Что говоришь, Кейт? Ничего особенного. Просто идеи прокручиваю. Думаю, лучше сделать, чтобы фаны выглядели максимально жутко. Это просто. Тут все выглядит максимально жутко. А только мне кажется странным, что Дюме-то еще нет. Да, походу он не придет. С чего хочешь начать, Чарльз? Ты главный. Спасибо. Думаю, нам стоит начать в вестибюле. Нам пока хватает света, и символично, что там все начинается в замке убийств. С таким светом нам хватит и пары прожекторов. Можно создать эффект газовых ламп. Прекрасно. А если Дюмэт придет? Похуй. Если будет ругаться, я ему тоже все выскажу. Вот именно. Он сам нас вынуждает. Ладно, берите все и переносите вестибюль. Пошел он нахуй. Он не явился. Хули мы сейчас будем еще перед ним тут? Имею право. В этой игре уже сами персонажи матерятся. Просто, просто, внезапно. В этой игре сами персонажи матерятся. Я считаю то, что если в игре персонажи матерятся, 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 я имею полное право тоже материться. Я не люблю, когда я смотрю свои же видео и не матерюсь. Потому что сама игра, она сделана не с матами. То есть, как я себе это хочу сделать? Если игра изначально сделана с матами, я даю себе право тоже материться в записи этой игры. Если вы, если в игре нету матершиных слов, я буду максимально себя сдерживать, чтобы не материться. А здесь я буду откровенно все хуесосить. Дюмет, пошел бы он нахуй. Он не пришел на ужин, хотя сам же нас звал. Мы хотели с ним все обговорить, но он не пришел. Че мы сейчас будем перед ним тут выебываться? Пусть он идет лесом. Мы будем делать то, что мы должны делать. Пусть он как бы... Но он все, на него пох. На него просто пох. Все, поехали дальше. Теперь, пожалуйста, давайте вести себя профессионально. Без ошибок. Чистенько. Если он придет, не хочу, чтобы мы были заняты херней или разборками. Разумно. Мы за. Так, народ. Прекрасно. Рад это слышать. Пойдем автомат с сигаретами сломаем. Я за минуту справлюсь. Класс. Супер. Да. Курс изменен. Дюмет не явился на обед. А че, он мог явиться на обед, да? Что-то интересное. Эрин. Спальня Эрин. 26 октября. Эй, народ. Это вы? Какие-то стоны. Неплохо. Профессионал. Сразу видно. О? Ага. О? Да. О? Да. О? 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 Вот это дверь источник звука, нет? Погоди, я могу на эту книгу посмотреть за нее? Как знаешь Опа, 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 это что такое? Техника дыхания и в чрезвычайной ситуации В предыдущей главе мы рассмотрели, как брюшное дыхание помогает вырабатывать устойчивость к тревоге Практика таких техник, как тумо или пранаяма В течение всего 20 минут в день со временем создает защиту от стресса Иногда при внезапном всплеске тревоги или приступе паники нужно более быстрые методы Именно их мы рассмотрим в данной главе Метод 5 Найдите удобное место и расстегните тесную одежду Медленно выдыхайте через нос в течение 5 секунд Постарайтесь дышать животом Но не беспокойтесь, если у вас не получается Выдыхайте через нос в течение 5 секунд Как там говорилось? Раз, два, вздох Три, четыре, выдох Раз, два, вдох Три, четыре, выдох Слова Биджей Бласквичса из игры Вольфенштейна Выдыхайте через нос в течение 5 секунд Словно задувайте свечу Продолжайте в течение 5 минут Пока не начнется успокаиваться Примечание Некоторые людям помогает представлять расслабляющую обстановку Во время дыхательных упражнений Мне нравится представлять, как я лечу в космосе Открывая новые планеты далеко от Земли Какое окружение помогает расслабиться вам 5 минут Или Можно надеть наушники Неплохо Маск 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Если бы женщина узнала правду, отворю вы Спасаю Я тут ни при чем Не знаю, что это субтитры Алексею Дубровскому Мне нравится, что ты не убежал Как вы думаете? Вырыть её в лужи, и лучше доверху залейте мой гроб бетоном, закопайте надёжней, чем кого-либо другого, а потом добавьте ещё бетона сверху, потому что смерть не помешает мне и дальше убивать. Глазок. Казни Холмса. Ну где-то тут же говорилось, нет? Закрыто. Ушки на макушке, да? Довольно страшные звуки. Ушки на макушке. Опа! Стена закрылась. Ведь тень не открыта. Колотая рана. Ничего себе. А дверь-то закрылась... Ой, дверь-то... Стена-то закрылась? Здесь стены не было? Погодите-ка. Ё-моё, у меня мурашки по телу пробежались. Чё за бред? Чё за бред? Там не было стены. Я в замкнутом сейчас помещении. Да как я могу быть спокойной? Конор тоже куда-то сбежал. Он найдёшь. Я тебя прошу... Погодите, здесь была стена. Здесь была стена. Погодите. Опа. Ё-баный твой в рот. А можно? Не надо. Погодите. Коллекционные персонажи. Картины. Кажись, мы сейчас кого-то потеряем. Нахуй ты вышла из комнаты? Ты мне объясни. Сидела бы себе смирно и всё. Ого. Эту песню я всегда пою. Паники и страху волю не даю. Довольно-таки напряжённый момент, хочу сказать. А зачем я сюда зашёл? И что делать? Так, у тебя инкалятор с собой хоть? Нет? Ё-баный в рот. Что? Ей всё, она умерла. Всё. У нас первая смерть, я уверен, потому что... Потому что просто посмотрите на вот эту картину. В этом помещение она умрёт. Ну всё, у нас первая смерть. Нормально. Дура. Давайте продолжим в следующей серии. О, чё-то началось, чё-то началось. Дом живой. Всё. Дом ожил. Всё. На это, наверное, всё. Вы сами знаете, где должен поставить лайк. Тем более, где подписаться. С вами был Владжер. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Началось. Субтитры сделал DimaTorzok